День добрый, панове! Витаю, шаново господарство! Ну что у нас? Новая Mazda CX-5! 17-й год, свежий совершенно автомобиль, только недавно он был у нас представлен в Республике Беларусь-Минске и сегодня он у нас на тесте. Автомобиль был представлен официальным дилером Mazda у нас. Холпи Авто уже на Боровой, они не так давно переехали, поменяли место своего автоцентра. Эта машина доступна абсолютно всем на тест-драйве, так что, чтобы проверить то, что я вам сейчас буду рассказывать, сравнить ваше ощущение с моими, приезжайте, проверяйте, пробуйте. Я думаю, каждому желающему компания Холпи Авто не откажет от такой возможности, тем более, что эта машина действительно интересна, которую стоит. Если вот выбираете паркетник какой-то для города, обязательно стоит посмотреть, я считаю. Но об этом чуть попозже. Итак, значит, что у нас принципиально нового изменилось в этом поколении? Ну, конечно, внешний вид, да. Про это говорят все. Где-то кому-то не нравится новая форма, где-то кому-то нравится. Стал более агрессивный такой клюв острый. Кстати, он прямо аж нависает над решеткой. Очень интересное решение. Кстати, хочу заметить, вот смотрите, я в прошлый раз говорил, что вот эти тонкие острые линии, они как бы немножко делают автомобиль меньше. Но вот у Мазды, они, эти линии, вот с их такой легкой раскосостью и такой размашистостью, они немножко работают по-другому. По крайней мере, лично у меня, прям так сказать, что эта машина маленькая, наоборот, она как бы немножко как бы подвытянулась, удлинился, такое ощущение, что удлинился капот, она визуально стала даже, наоборот, больше, чем предыдущая. По крайней мере, вот эта вот морда острая, очень как бы вытягивает ее, как бы вот так. Ну, мне нравится, честно говоря, нравится, потому что дизайнеры Мазды, я считаю, последние годы просто молодцы, и вот они делают именно такой на грани автомобиля, вот на грани такого еще приемлемого, такого легкого кича, как бы легкого вызова, потому что, кажется, на первый взгляд, ну, какой-то даже перебор, слишком много этих линий нагромождения, но смотришь вживую, понимаешь, ну, наверное, здорово получилось. Вот тот случай, когда поначалу на картинках она мне казалась, наверное, излишне какой-то острой, фары излишне маленькими, узкими, но вживую это выглядит действительно здорово. Ладно, по внешний вид, конечно, говорить можно много. А, цвет, еще один момент, цвет хочу отметить тоже, якобы новый цвет, на основе старого, вот этот вот красный такой глубокий, очень перламутркий, я его называю, выглядит вообще суперски, если Мазду брать, то, конечно, в таком цвете играет она просто великолепно. А один момент хочу вот отметить, один важный момент, мало кто это понимает, не дай бог, что где-то вы ее поцарапаете, красить такой цвет, это просто застрелиться. Хотя, опять же, похвалю вот этих официалов, я видел перекрашенную дверь, и не просто попали в цвет, что вот так, прямо, даже под углом, когда меняешь угол обзора, даже так она, в принципе, нормально, не сильно играет. Это неподготовленный человек вообще, в принципе, не заметит. Потому что, на самом деле, с таким глубоким цветом, проблема покраски в том, что попадаешь в цвет, но отходишь на какой-то другой угол, совершенно не играет. В Холпе научились, у них хороший покрасочный цех свой, они научились это делать, молодцы, но в Минске практически больше никто с этим не справится. Цвет очень сложный в покраске, если в вашем регионе с маляркой беда, учитывайте это, потому что красиво-то оно, конечно, да, но любая мелочь может вылиться потом в большой геморрой. Но это мелочи жизни, скажем так, просто как бы озвучил, чтобы вы знали. По поводу того, что у нас поменялось в этой машине и по технике. Да, давайте поговорим про это. Значит, по двигателю тот же самый, с коактив вообще ничего не поменялось, абсолютно одно и то же, отличный, хороший атмосферный мотор. Вот, внимание, еще раз, атмосферный мотор. Вторая коробка, хороший, нормальный, ну, там называется G-Drive, там Sky-Drive, точнее, вот, якобы Мазовская коробка, на самом деле i-Syn, в котором все, что переделано, это немного, ну, понятно, что передаточный, это в любой коробке, пакеты фрикционов свои, индивидуальные, вот. Но на самом деле, практически отличие только-только в мозгах, в блоке управления, в том, как она, в какой момент начинает блокировать гидротранс, как она переключается, больше отличия от i-Syn никаких. По сути, тот же самый i-Syn, я это рассказывал в их прошлых видео, можете подробно пересмотреть, там и про цикл Миллера было в этом Sky-Active, все это я подробно-подробно рассказывал уже, повторяться, наверное, не буду. Заострю внимание на главном отличии в этом поколении, это система G-Vectoring. Вот это классная очень штука, которую, на самом деле, надо проговорить отдельно, потому что это есть в машинах уровня Nissan GTR, вот там это есть, в Ford Car топовых, скажем так, это присутствует, значит, система управления тягой, распределение по осям, это было, по-моему, в Evolution'ах, и, ну, ладно, не буду говорить, потому что точно не уверен, где эта система могла еще эксплуатироваться. Это, на самом деле, ничего волшебного здесь нету, значит, якобы сама Mazda говорит, что мы управляем тягой двигателя для того, чтобы в поворотах вы меньше испытывали боковых перегрузок, при этом машина отлично поворачивала и все такое. На самом деле, любой транспортсмен знает такую простую вещь, называется диаграмма КАМА. Вот, круговая диаграмма КАМА, обычная, значит, ситуация, когда она отображает предельный, предельный, значит, зацеп от дороги, там, по-мокрому, по-сухому, и, значит, тот вектор направления, в котором вы пытаетесь двигаться. Соответственно, боковой вот колес, значит, тяга, торможение, все это на этой диаграмме отображено. Смысл в том, что, когда мы, значит, пытаемся ехать в повороте, значит, у нас есть некий боковой увод, и есть тяга двигателя. И, значит, самое главное в этой диаграмме в том, что, если у нас колеса стоят прямо, мы можем раздеть максимальную мощность, если у нас колеса повернуты под углом, и мы пытаемся поворачивать, соответственно, колеса просто, для них, им нужно выполнить несколько работ одновременно, и вкладывая до вектор, мы только тогда получим, значит, вектор направления, как бы, движения в сторону. И при этом максимальная тяга, соответственно, будет значительно меньше, чем если бы она была направлена, колеса стояли бы прямо. Примитивнейшая диаграмма, но при этом отображающая всю физику движения практически автомобиля в дуге. Значит, что сделала Мазда? Она, по сути, блок управления этого мотора, компьютер рисует эту, грубо говоря, постоянно, в реальном времени у себя в мозгах, эту диаграмму, и, соответственно, подстраивает работу мотором, исходя из того, что при таком повороте руля больше давать нельзя, это будет пробуксовка, это будет плохо. Ну, скажем так, пробуксовка до 5%, до 10-5%, она идет в плюс, в пользу, она идет, как бы, в работу нормально, то есть, такое силовое скольжение это называется. Если больше, мы просто начинаем как раз пропихивать мордом, мы выходим на внешнюю, срываемся, неконтролируем скольжение, и вот с этим борется блок управления этого мотора. Причем делает это сам за вас. И это не ощущается, как какой-то резкий свал оборотов. Это очень-очень деликатно, предельно тоненько-тоненько, все равно быстрее вы не сможете, как бы вы ни давили педаль, быстрее, чем рисует диаграмма Кама, быстрее, чем у вас есть зацеп, вы все равно не поедете. Поэтому мотор делает именно максимально деликатно. Грубо говоря, представьте, что за рулем сидит не вы, а сидит там Себастьян Фетель или Льюис Хэмилтон. Вот, и практически вот эту всю работу делает за вас мозг этой машины. Плюс, мне кажется, что они еще не делают небольшую работу с рулем, потому что, на самом деле, рулевое уже полностью электрическое давно здесь. И если они еще немножечко будут отпускать колеса, в смысле, что если вы перекручиваете руля, переруливаете, и оно немножечко распрямит, потому что все равно перерулили, опять же, по той же диаграмме Кана, с такой начальной скоростью, оно бесполезно, оно только снесет морду. Если усилитель тихонечко, без вашего веда, чуть-чуть распрямит траекторию, при этом машина, на самом деле, повернет лучше. Мне кажется, может быть, они и это сделали, но здесь я подтвердить не могу. Мазда говорит точно, что они работают только с системой управления двигателя, контролем тяги, вот. Делают какое-то волшебство с рулем управлениями, я не уверен. Возможно, это идет работа муфтой полного привода, и, скорее всего, так. Ну, опять же, мы не знаем точно. Значит, по системе вот G-Vectoring так, это классная штука, и это реально прерогатива очень крутых спорткаров. Вообще, Мазда с этим поколением, ну, это сейчас показывает салон, сейчас покажу, она очень сильно начинает заходить в премиум. Если вы помните мой старый обзор, по-моему, Мазды Троечки, когда вот впервые появилась вот эта вот концепция по салону, значит, панель эта, проекционный, выдвигающий. Здесь уже проекция, кстати, не на стекляшечке, а на лобовом стекле, в принципе, ну, хотя есть в некоторых комплектациях и на стекляшке, хотя и то, и то, и то неплохо. Значит, в Мазде Троечки тогда вот я ездил, тоже комплектация Супрем была, ну, правда, мотор был 2.0, шикарный был автомобиль, жаль, что их сейчас невозможно приобрести на нашем рынке, очень интересная машинка. И вот тогда я заметил, что Мазде для премиум настоящего практически, когда-то давно Мазда вообще считалась консервной банкой, и уже пару лет назад, по моим ощущениям, практически не хватало только двух вещей, это шумки и, может быть, еще чуть-чуть более аккуратной подгонки деталей в интерьере. И вот в этом поколении, блин, ребята, у меня такое ощущение, что они реально вот прислушиваются к моим словам, потому что они добавили шумку, они добавили чуть больше, еще лучше качество подгонки салона. То есть, действительно, Мазда пытается заходить вот на уровень куда-то к Лексусу, потому что сегодня, вот и по ощущениям от вождения, это практически премиум. То есть, за те деньги, что вы получаете, Тигуан сегодня отстал. Ну да, конечно, можно сказать, что, помните, как с Ниссаном я рассказывал, да, если у вас чего-то не хватает, вы берете какими-то переделками, свистелками в салоне. То есть, да, у Тигуана красивая приборка цифровая, но у него есть, допустим, третий ряд климата, хотя в Мазде я ругал их, что нету дефлекторов сзади, наконец-то появились. Вот, но у Тигуана, в принципе, нету главного, у нее нету ощущения премиума. У вас есть куча-куча наворотов, практически как в Ниссане, поэтому пути пошел, похоже, ВАГ. Вот, но при этом все равно чувство, что машина не очень дорогая. То есть, да, много всего, да, много каких-то бонусов, мелких каких-то ништяков, но ощущение от вождения, от езды, от проката этого автомобиля, ну, совсем не премиальное. Вот здесь именно сконцентрировались на главном. В Мазде есть главное ощущение, вот именно по тому, как катит автомобиль, ощущение реально премиального автомобиля присутствует. Может быть, по наворотам все равно Мазда немножечко отстает, тот же ВАГ постоянно добавляет что-то новое, постоянно какие-то еще новые-новые фишки в свои автомобили внедряет. У Мазды чуть-чуть немножко, они полшага позади, но тем не менее все равно самое главное, самую главную работу они исправили. Так, что у нас с лакокрасочным покрытием? Ну, вы сами все видите, несмотря на волшебный цвет, покраска у нас практически не самая богатая в этом автомобиле. Ну, вот капот, если покрашен, может быть, не очень, то 100 микрон на крыльях есть. Ну, слабые места еще, кромка крышек, я говорил. Вот здесь хочется пленочку, как обычно, поклеить. Вот, ну, тоже, примерно то же самое, 60 микрон. Как и у Ниссанов, здесь не самый жирный слой, 90, 100. Ну, на дверях, вот видите, чуть больше. Давайте посмотрим заднюю арку. Вот здесь, на удивление, неплохо, почему-то 100. Так, ну и ощущения по дверям, по открытию. Да, у нас бесключевой доступ уже, как вы уже заметили, закрывается шикарно. Причем, что машина стоит на бордюре, вот, какие-то намеки на перекосы нету абсолютно. По зазорчикам тоже хочу отметить, вот, хром какое-то минимальное количество, и, ну, какой-то, может, полмиллиметрика чуть-чуть, может, и есть разница в зазоре, но я бы не сказал, что здесь как-то существенно. По зазорам неплохо, и с хромом, кстати, тоже не перебор. Вот он какой-то минимальный есть, но не так, чтобы практически везде-везде. По зазорам все ровно. Так, ну, собственно говоря, сели мы в нашу Мазду. Что здесь сказать, о чем, что можно отметить сразу же? Ну, во-первых, первое, за что встречают машину, как говорится, по одежке, ключ. То есть, никаких палочек, ничего такого выкидывания здесь уже нету. У нас кнопка, у нас система старта уже без вот этого штыря выпрыгивающего и так далее, без ключевой доступ, опять же, к автомобилю. Ну, и по качеству отделки, по качеству материала. В принципе, если вы знаете, раньше, когда я садился в Мазду, я все время говорил, что Мазда, что японцы ее позиционируют, как, допустим, тройку. Что это машина невысокого уровня, на самом деле. Они не пытаются никого обманывать, что у них есть шестерка. Там гораздо больше именно, как бы, уровня премиальности, уровня какого-то оснащения и отделки. И в свое время CX-5 был такой, немножко, действительно, попроще автомобиль. Как бы, специально они так это делали, намекая на то, что, ребята, ну, это, на самом деле, мелкий автомобиль. Ничего здесь крутого быть нету и не может. Вы просто покупаете за дорого автомобиль класса Ц, блин, платя за него, как за полноценный, там, класс Д. Ну, с этого поколения Мазда немножко пересмотрел свои позиции. И по уровню оснащения эта машина практически, как бы, и даже, может быть, перепрыгивает Мазду 6 по качеству отделки, по всем материалам. И однозначно перепрыгивает некоторых немецких конкурентов, потому что, ну, вот, я еще раз пытаюсь. Я когда-то вот сказал, что вот по кнопочкам, по тому, как здесь все подобрано, это почти Audi, или, по крайней мере, очень близко. Не хватало только шумки сейчас, это все здесь вот появилось, наконец-то, и машину и зашумили неплохо, и, в принципе, доработали какие-то мелкие элементы. То, чего здесь не хватало всегда, то есть, та же проекция нормальная, полноценная уже здесь есть. Значит, вот эти вот системы перевода спорт-режим, управление мультимедиа. Вот, достаточно удобно, хорошо это продумано. Даже бардачок открывается, перчаточный ящик открывается аккуратненько на микролифте. Кем-либо не так вот приятно это все дело происходит. Расположение основных элементов. Вот этот вот руль, который действительно далеко, на самом деле, выдвигается. Можно расположить его достаточно близко к себе выдвинуть. Именно сесть с нормальной, хорошей посадкой, вот, с нормальным изгибом в локте, разгрузить руки. Здесь вот в этом плане было все хорошо. Один момент, который хочу поругать, это вот сидушка и боковая поддержка. То есть, сразу заметно, что основной рынок сбыта, видимо, CX-5 и вообще Mazda, куда нацеливается, это Америка. То есть, здесь сидушка сделана именно по боковой поддержке, которая здесь практически не ощущается для меня. Хотя, вроде как, считаю, не маленьким человеком. Но, видимо, она сделана на американца с таким, блин, 150 кг плюс. Потому что я здесь просто в этом, конечно, теряюсь. То есть, мне хочется немножко поближе к ребрам это как бы сдвинуть. Ну, вот этого не хватает. И нижний диван. Да, здесь регулировки электрические. Причем не только у водительского, но даже у пассажирского кресла полностью электрическое уже все это подъезжает, уезжает. Что, на самом деле, не часто бывает на этом классе. То есть, обычно водительская электро, но пассажирская будет ручная, ручную подъезжать. Здесь же сделано все с памятью, все отлично. Но, вот, поругаю нижнюю подушку. То есть, так же, как вот спинка креста немножечко не хватает боковой поддержки, то нижняя подушка может быть чуть-чуть маловато для меня. Вообще, креста стоит слишком высоко. Я бы хотел опустить ниже, но это уже предел. Ниже нельзя. И я, вроде, и наклон максимально сделал, который там было. Но мне чуть не хватает для моих ног. Вот по рулю хорошо, по педалям, расстояние все хорошо. На себя высунул, сел, все удобно, хорошо. Ну, сидушечку, там какой-то, вот, знаете, как в BMW есть валик такой, вот здесь вот, под ноги подсунуть, выезжает. Вот этой штучки здесь немножко не хватает, наверное. Потому что во всем остальном, конечно, неплохо. Ну, в плане эргономики, вот, всей организации торпеды, там, кулиса, руль, все переключатели, все замечательно. Но вот по креслам, может, у меня какой-то недочетик, я и могу здесь как-то выцепить. Во всем остальном у Мазды в плане расположения элементов все очень круто. Ну, да, у нас нету здесь ручника, у нас уже электро с автохолдом, у нас будет система i-stop, у нас будет, значит, что там еще, слежение за полосой. Кстати, еще один важный момент забыл отметить на технической части, это машина умеет тормозить перед пешеходами. То есть, причем, такая разница, что если, как бы, раньше стоял просто некий, как бы, сенсор лазерный, который видел препятствия достаточно, уже практически в упор, близко слишком, то сейчас уже это все дело, здесь стоит видеокамера, вот, и она уже оптическими сенсами, и, значит, когда вы движетесь в потоке, расстояние замеряет, и аналогично она видит пешеходов и тормозит в пол перед ними. Вот такая система. Единственное, что адаптивного круиз-контроля здесь нету, заморочки именно с российским рынком. Если вы пригоните эту машину где-то из Европы, влупите дикую растаможку, то там без вопросов будет уже полноценная система адаптивного круиз-контроля. Вот единственная вещь, которую действительно вот хотелось бы здесь вот как-то вот делать, и ребятам мазаться, пожалуйста, доведите до конца, я думаю, что можно это сделать, все-таки не такая уже большая сложность, как-то либо частоту немножко подвинуть, как-то просят военные, либо все-таки договориться с ними, как-то же, блин, другие автомобили-то делают. Значит, что еще отметить по салону? Вот смотрите, один момент еще тоже хочу сказать. Я говорю, что тут все замечательно в плане там руля, в том, что кожа, все строчечка, мягенько, вот приятно это все и потрогать, и не скрипит, и много линий с одной стороны, с другой стороны, качественно это все очень подогнано, все стыки, все, даже здесь вот мягко, вот знаете, я в Тигуане говорил, что вот жестко, да, в пластик резкий врезается в ногу, а вот здесь мягенькая вот эта боковинка, нога, когда упирается вот в этот тоннель, она как бы не чувствует как бы никакого острого ребра, и достаточно вот здесь вот хорошо вот это продумано, но минус какой, да, здесь отлично, здесь отлично, вот минус здесь, то есть у меня локоть, когда я дотягиваюсь до кулисы, вот практически сваливается с этого подлокотника. Раньше, мне кажется, здесь был такой выступ, особенно в троечках, мне кажется, тоже он такой есть, такой длинный такой какой-то дополнительный элемент, либо он выдвигался, я уже не вспомню, честно говоря, как было до этого, но вот как-то было чуть-чуть удобнее. Здесь подлокотник, он не уезжает, достаточно неплохо сделан, достаточно глубокий, тоже есть прикуриватель розеточки, там, тут и две USB для зарядки напрямую, SD-карточка размер, разъемчик, все хорошо, но вот именно локоть, блин, падла падает. Почему они так сделали, понятно, они сделали, типа, якобы, вот это вы не на весу будете делать, потому что у вас же все равно, у вас автомат, вы один раз переключили, и потом у вас, как бы, рука должна управлять этой шайбой, для шайбы комфортно, но и раньше же было тоже комфортно как-то, а вот, чтобы переключать, может, если в ручном режиме вы захотите потыркаться, вот здесь рука падает. А, зеркала еще, повторюсь, никогда не любил вот эти мазовские сдвинутые зеркала, заключается в том, что может, конечно, обзор у них и побольше, но надо крутить головой, то есть из-за того, что они, боковым зрением его почти не видно, то есть надо реально поворачивать голову, надо привыкать, единственное, что, ну, это уже давно уже Маза поставила это дело, перенесло с форточек, с уголков зеркала прямо на дверь, и, наверное, уже многие к этому привыкли, ну, я в очередной раз, может, это отмечу. Но, опять же, почему это сделано было, во-первых, внешний вид, во-вторых, ниже расход, то есть аэродинамика, все отбивает, все потоки отбивают стойки, достаточно массивно, между прочим, вот, и зеркала, как бы, получается, влияние на, как бы, на расход, на аэродинамические, все завихрения, они немножко меньше, но и они меньше свистят, меньше гудят при высокой скорости. По заднему ряду, что здесь сказать, ну, из очевидных плюсов, что здесь изменилось, во-первых, появился, наконец-то, появились дефлекторы, на втором ряду, наконец-то, появились дефлекторы, то, что я Мазу всегда так троллил, очень сильно ругал, что, вот, неплохой второй ряд, но, ребята, где, блин, где, блин, вентиляция хотя бы какая, хотя, максималки, они хоть и появились, но, как я уже говорил вначале, конкуренты еще сделали шаг вперед, у конкурентов здесь уже третья зона климата, хотя, есть подогрев заднего ряда, и отдельно хочу отметить, вот здесь, в подлокотничке, в кармашке, стоит дополнительный блок и еще два USB-разъема, чтобы заряжать ваши гаджеты, причем, сделано так грамотно, что вот здесь специально такой вот можно телефончик прям сюда положить, пускай он заряжается спокойно, не мешать, чтобы он не летал, какие-то провода здесь не болтались, хорошее умное решение, сегодня именно зарядка гаджетов, мне кажется, востребованная вещь, если она в машине без дополнительных каких-то, блин, прикуривателей, адаптеров, она здесь осуществляется прямо нативно, прямо разведена, хорошо, вот это, с моей стороны, я считаю, хороший бонус, который, наверное, стоит отметить. По посадке, значит, что сказать, ну, вот обратите внимание за ноги, вот одна у меня претензия, что можно было диванчик либо чуть приподнять, либо чуть поднаклонить, ну, тогда, конечно, не будет ровного пола, вот, но в целом место, место тоже есть, то есть, в принципе, можно ехать достаточно хорошо, задний ряд, я не скажу, что прямо вот проигрывает радикально, может быть, конечно, в новом Тягуане чуточку-чуточку, может быть, стало попросторнее, но здесь все равно, здесь очень комфортно, в том плане, что все равно с местом хорошо достаточно, даже для меня, я сажусь сам за собой, как видите, и таких проблем вообще не испытываю никак. Так, что отметить отдельно, ну, это понятно, что есть у нас такой осек для лыж, но и появился наклон спинки, вот, он в таком небольшом диапазоне, здесь регулируется совершенно, да, буквально два положения всего лишь, сидушка не двигается, то есть той трансформации, что, может быть, конкретно здесь нету, но на самом деле все равно ощущение некой добротности здесь присутствует, неплохо все здесь сделано, сделана та же самая кожа, кстати, лучше, чем у конкурентов, перфорированная центральная вставочка, значит, все остальное из обычной кожи сделано, хорошо это ощущается, на ощупь тактильно приятно, вот, именно с самого качества, строчечка, блин, повторюсь еще раз, такая коричневая, наверное, строчка, да, ну, хорошо, в плане места сзади, в плане отделки неплохо, освещение понятно, все остальное понятно, багажник, да, классический мазовский стиль, шторочка эта здесь была присутствовала всегда, достаточно удобно, мне нравится, кто-то говорит, что на нее сверху нельзя ничего положить, ну, собственно, ребята, не надо заваливать обзор назад, вот, ну, ладно, для кого-то, возможно, критический, потом, по багажнику, потому что есть здесь, очень богатая, хорошая такая доска лежит, с, ну, это, наверное, докатка, скорее, все-таки, внутри стоит САБИК, как видите, БОУС, здесь все домкраты, инструменты раскиданы по периметру, достаточно хорошо сделано, багажник всегда был неплох у Мазды, в свое время он был больше Тигуана, только вот последнее поколение Тигуан подтянулся по размеру этого багажного отделения, ну, и потому что мы здесь видим, на самом деле, да, ровный пол, ну, немножко такой, чуть-чуть, чуть-чуть сверх, но близко, скажем так, к ровному полу более-менее получается, ну, из-за того, что здесь дополнительные навороты, есть пару таких небольших мини-органайзеров, есть розеточка, вот, подсветка должна здесь быть, по-моему, она вверху там была, да, вот, подсветка у нас есть, качество материалов отделки, вот, кстати, обратите внимание, вот это карпит, да, вроде можно поругать, но, ребят, он, он сделан на какой-то то ли доске, то ли покрытии, то есть, такое ощущение, что вот эта пластиковая панель обшита снаружи карпитом, вот то решение, которое, ну, мега грамотное, она убивает двух зайцев, я не люблю дешевый карпит, когда он проминается, рвется прям под пальцем, здесь он никак его не промяется, он реально тут обшита какая-то панель жесткая сверху, да, и плюс, вот, людям не нравится, что вот такие пластиковые детали, они царапаются, на них остаются потом отместены, которые никак не исправить, не заполировать, и здесь вот убили двух зайцев, с одной стороны, тем, кому хочется мягкий карпит, чтобы не оставались царапины на тема, пожалуйста, карпит, с другой стороны, таким, как я, которым не нравится, что он, если он дешевый, что он проминается, рвется под рукой, вот вам, пожалуйста, жесткое основание, ну, единственное, опять же, повторюсь, минус, что, конечно, вот эти вот ворсистые вещи очень сильно потом впитывают запахи, не отмыть, если пролить, что-то проблема вот таких покрытий, ну, и еще раз повторюсь, в этом поколении у Мазда уже закрытие, но, что хочу сказать, медленновато, конечно, то есть, когда вы пришли с магазина, стоять, ждать, пока оно поднимется, откроется, наверное, будет очень мучительно и долго. Так, ну, давайте померим, что у нас с шумом, я только завел автомобиль, значит, у нас включен климат и у нас 55 децибел, то есть машина работает очень низко. Одну вещь отмечу, что я сразу заметил, это, когда садишься в автомобиль, она пытается загнать обороты, ну, это всегда было у Мазда на этих Sky-активах, она пытается загнать обороты практически туда, куда-то в 500, практически как у какого-нибудь V6, V8, очень низко, и когда включается климатическая система, немножечко такое легкое перетряхивание мотора происходит. То есть, опять же, почему? Адская экономия топлива, вот, попытка загнать машину в режим, когда она съедает какие-то крохи, мизер, вот, и вот это приводит к такому легкому, может быть, причем минимальному такому легкому потряхиванию. Вообще тихо, на самом деле, действительно тихо, да, накинули, конечно, 60 килограмм, конечно, это скажется, я уверен, скажется на разгоне, то есть физику не обманешь, любой добрасывание веса всегда убивает динамику, ну, опять же, будем проверять, будем смотреть, как именно, и на сколько, и в каких масштабах они это испортили. Так, давайте проедемся немножко по городу, померяем, кстати, шумку именно в городском режиме. Я буду ехать на городской скорости в 60 км в час, без нарушений, ну, вот, даже круиз поставлю. Ну, вот, 68, 66, на неровностях прыгать до 71 дБ. Как это ощущается, вот, в салоне, когда едешь, кажется, что очень далеко стали все вот эти вот стыки, то есть они ушли куда-то на пару метров в сторону от нас. Ну, вот такие лично мои впечатления от этого всего. Действительно, по шумке заметно. То есть, вот, садишься, и, ну, прям, прям не Мазда, прям, вот, реально, вот, Ауди или даже BMW, не знаю, ну, вот, какой-то такой уровень здесь ощущается. Действительно, большой шаг вперед, и, действительно, то, чего у Мазда не хватало в предыдущем поколении, единственная вещь, которая здесь оставалась, какой-то недочет, это вот это здесь. Но скажу сразу, что, что это выливается. Любая, любая лишняя масса, любой лишний вес, это всегда потеря в динамике. То есть, более того, у нас атмосфера, из которой уже сразу же, когда Мазда выходила, Маздовский инженер, я вот это все рассказывал, практически уже сразу выжили максимум, что здесь может быть. Да, его надо заправлять 98-м, в принципе, как и TSI, но если с TSI это гораздо более критично, да, то есть, просто можно отловить LSPI, отловить очень жесткую детонацию, развалить мотор, то в случае атмосферы риски не такие большие, вы просто будете ехать как овощи. Вот атмосфера какой минус? Если вы заезжаете куда-то в высокогорный регион, поднимаетесь куда-то высоко, плюс еще жара, то атмосфера, конечно, очень сильно тухнет. То есть, слишком разряженный воздух, плюс еще жарко, вот, потеря в динамике ощутимая. Вот, а турбо умеет это компенсировать надувом, и в какой-то степени этот вопрос решается. Вот, по поводу подвески хочу сказать, вот, если я ругал Tiguan тот же за какую-то, ну, супер какую-то, супер жесткость какую-то, непозволительную для машин такого класса зубодробительность прям, позвоночник там сыпался в трусы практически, здесь вот, вот здесь вот правильно все, вот, вот здесь тот компромисс, да, золотая середина, я не уверен, что она стала мягче, может быть, где-то как и была раньше Mazda, но чуть-чуть, наверное, все-таки мягче и есть, да, чуть-чуть они все-таки размягчили. И кренчики, да, чуть-чуть, может, и крены, может, чуть-чуть больше стали, может быть, опять же, но именно по вот совокупности свойств, мне кажется, очень хорошо получилось. Такая золотая середина, такой, значит, баланс очень хороший. Вот мне, вот я еду, мне нравится. Вот если вот машину называют упругой, да, то вот это как раз правильная упругая машина, которая не расхлябанная, не американски валкая, да, такая именно собранная, в меру жесткая, в меру мягкая, каким должен быть нормальный автомобиль. Вот я подвеску пока хвалю. Может быть, чуть-чуть кренчики вот уже заметны в городе, но, опять же, совершенно не критично, совершенно не страшно. По поводу еще отмечу, кстати, понятно, что здесь система iStop глушит мотор. Я много раз про это говорил, повторюсь сегодня еще раз, в очередной раз, что не надо выключать эту систему, это крайне полезная система. Она бережет мотор. Да, она гробит аккумулятор, гробит стартер. Понятно, что их ресурс от этого снижается очень сильно, но при этом у вас что? У вас самый плохой режим работы двигателя – это холостые обороты. Самый страшный сегодня режим для этого мотора, он, значит, у него облегченные короткие поршня, короткие юбки. На холостых этот мотор работает, ну, это его не штатный, скажем так, режим. Он закладывался именно на движение в большей степени. И то, что он на холостых как бы глохнет, это хорошо, ребят. То есть он бережет ресурс самого себя, он бережется ресурс мотора. Он не перегревается в пробке от этого. У вас бережется ресурс практически даже масла, можно сказать, понимаете? Вот так выглядит проекция. Давайте я покажу, отображает достаточно много там информации. Ну вот, активировали круиз, пожалуйста, посмотрите. Примените торможение, подъехали близко. Все это она вот таким образом пишет нам на проекции. Достаточно неплохо это все сделано. Если раньше была стекляшка, сейчас это уходит на лобовое, тоже неплохо. Хотя в некоторых комплектациях оно осталось на стекляшечке, которая выезжает из приборки. Но проекцию похвалю, тоже регулируется в достаточно широком диапазоне, достаточно удобно. Давайте померяем разгон 0-100. Значит, прибор готов, аж целых 10 спутников. 8.66. Предыдущая Мазда ехала 7.9. В принципе, ну, со мной опять же предыдущего поколения. Здесь добавился, очень нихреново добавился лишний вес за счет дополнительной шумки. Это всегда крайне сильно снижает динамические показатели. Вот, плюс система G-Vectoring. То есть, опять же, ни в коем случае при разгоне не надо крутить руля. Стараться надо ехать прямо, чтобы она не пыталась сбрасывать мощность двигателя в управление вот этими боковыми перегрузками и кренами. Давайте еще раз. Просто для проформы, ну, в обратную сторону. Просто в пол. Никакой магии. Все, сотня есть. Я начинаю так передачки подтыкать. 8.75, то есть, 66-75 практически один в один она проехала. Вот, в пределах погрешности. То, что говорят, якобы там 9 секунд, блять, не знаю. Ну, полсекунды от старой, учитывая новую продвинутую систему, на самом деле, наверное, не так уже и плохо. Ну, и давайте проверим нашу учебно-тренировочную горочку. Попробуем сюда сейчас заехать. Ну, здесь нет никаких дополнительных систем, дополнительных, как бы, помощников. Просто попробуем сюда забраться на этот учебный склон. Я заблокировал первую передачу, жму педаль достаточно сильно. Вот, она достаточно, ну, как бы, трудно ей было, она подвисла на ямке. Вот, но, в принципе, в итоге система немножечко пощелкала тормозами, подумала, да, и запрыгнула наверх. Ну, не скажу, что прям так вот совсем уже легко. Так, давайте попробуем спуск. Вот здесь сложнее будет, потому что никаких систем спуска нету. Вот, и придется работать уже тормозами. То есть, это уже я притормажу, потому что она стремится уйти вверх. И это очень опасно, на самом деле. Ну, скажем так, Mazda никогда не позиционировалась, как какой-то супер-мега-внедорожный кроссовер. Опять же, Mazda, будучи честной, оставляла его исключительно для города всегда. И я, на самом деле, ее точку зрения в этом плане, как бы, разделяю и одобряю. Пойдем еще диагналку попробуем. Сразу же у нас на подъем здесь есть небольшая ямка, потом еще две. Но мы сейчас будем пробовать их проезжать. Будем смотреть, что получается. Я жму педаль в пол и, ну... Пытается повышать обороты. Все, отказывается ехать дальше. То есть, на такой диагоналочке, в принципе, на такой диагоналочке она у нас не справилась. Вот, трекшн у нас был выключен. Попробуем его включить. Все, не хочет она ехать никуда, полностью остановилась. Да, подъехали к этой ямке, попытались здесь немножко побуксовать. Вот, ну, видны следы, вот мы тут немножко нарыли. Вот здесь вот уперлись практически, вот следы прокопанные, да. То есть, она вывесилась вот там, вывесилась здесь. Ну, и, собственно, на этом все закончилось. Она перегрела муфту. Жаловно, она об этом пропищала. Никуда не заехала. Ну, примерно похожая ситуация была здесь у корейцев. Тоже они с большим трудом здесь преодолевали вот этот подъем. Ну, что, ребят, надо быть честным, да. Вот такие подъемы преодолевать у многих автомобилей, которые созданы исключительно как городские кроссоверы. Для них это трудно, для них это слишком тяжело. Ну, и, по большому счету, я всегда считал, что, если вы хотите ехать в грязь, надо, на самом деле, покупать нормальный рамный на мостах с механическими блокировками, с хорошими, большими артикуляциями, нормальный настоящий недорожник, который позволяет поставить нормальную недорожную резину, и тогда у вас все получится хорошо. Паркет, какой бы он ни был, ну, честно, объективно, вот такую красавицу садить в грязь, просто даже больно. Вы, ну, не будете этого делать. Выехать со двора, поверьте, хватит. Вот на ту горку она заехала. Да, диагоналку сложную с подъемом она не взяла. Хотя, конечно, Тигуан тот же взял. Тут сказать ничего не могу. Но зимой сюда не смог заехать Спортейдж и АХ-35. Так что, в принципе, на самом деле, наверное, это такой приемлемый вариант. И, честно говоря, то, что она сейчас спасала, я считаю, это хороший ограничитель, чтобы не сломать по механике что-то, проехав на 5 метров дальше, засев на 5 метров глубже. Вот. На самом деле, городскому паркету это на самом деле не надо. То, что он сконцентрирован на каких-то потребительских характеристиках на асфальте, сконцентрирован на характеристиках в трассовых каких-то дисциплинах, что он хорошо видит змейку, вот это, на самом деле, лучше и главнее. Потому что 90% этого времени провождения эти машины с асфальта не съезжают. И то, что они на асфальте хороши, на самом деле, это большой плюс. А то, что они на бездорожье, на самом деле, не очень. Ну, это, скорее, не минус, а такая вот особенность, про которую желательно владельцу помнить и не соваться куда не следует. Ну, и давайте проедемся по нашей убитой, разбитой дорожке. Как вы поняли, на Тигуане есть еле плелся. Ну, эта машина однозначно ощущается помягче. И давайте вот посмотрим, как она проедет здесь. Ну, я уже еду 30 км в час. На Тигуане я здесь плелся 5-10. В принципе, по поведению похоже немножко на Subaru XV. Может, чуть-чуть пожестче. Там на Subaru отрабатывало жестко только задняя ось. Здесь, в принципе, так в целом. Ну, вот здесь я ехал практически пешком. Шел на Тигуане. Здесь же я вот поливаю 32 км в час. В принципе, без проблем особых совершенно. Ну, вот одна ямка пожестче сейчас была. Ну, в принципе, тоже не страшно. Нет такого ощущения, что сейчас все развалится. Там какие-то пробои жесточайшие и все. Работает подвеска. Причем, повторюсь, так отдаленно. Действительно была работа проведена. Опять же, хорошая шумка немножко нас отстраняет от всего там того, что происходит снизу. Ну, вот, блин. Я здесь вообще, блин. Для Тигуана это первое космическое. Вот как я сейчас здесь еду. Совершенно машина едет по-другому. И как раз, как ни удивительно, для плохих дорог эта машина предназначена лучше. И это причем, что это максималка на 19 дисках. А если взять на нее 17 диски, будет вообще просто прям идеальный автомобиль. Он будет еще комфортнее, еще лучше. И я не думаю, что он сильно потеряет в управляемости. Как ни странно, на самом деле, влияние дисков, их размеры и профиля резины на управляемость, они очень сильно преувеличены. По крайней мере, в тех режимах, когда это действительно по-настоящему заметно, обычный водитель никогда не попадает. И это ощущается только там на каких-то специфических трековых условиях. И то еще вопрос, потому что большие диски, как правило, тяжелее, и это игра, и это в минус, на самом деле. Но, значит, по Мазде, повторюсь, поведение именно автомобиля на не очень хорошей дороге, ну, реально радует. Потому что быстрее ехал, наверное, действительно только на Субарях здесь. Все остальные, вот особенно Мэр с ГЛЦ, значит, Тигуан, они просто-просто еле-еле тащились. То есть вот здесь, в самом деле, подвеска однозначно гораздо комфортнее. Даже полицейского я реально с 60 до 40 только сбрасывался. То есть на Тигуане здесь практически остановился до 20, чтобы его переехать. Давайте проверим, что у нас, значит, в плане управляемости этого автомобиля. Значит, я выключаю Traction, я включаю Sport режим. Ну, собственно говоря, тут, наверное, все. Этот G-Vectoring систему, как я уже объяснял, отключить нельзя. Вот версия, которая была испытательной, там это, конечно, было можно, и они демонстрировали там на камеру журналистам и прочее. Ну, в Production пошла, честно говоря, версия с неотключаемым G-Vectoring. Ну, мы попробуем сейчас посмотреть, что происходит. Машина, как я уже сказал, по подвеске очень упругая. Но при этом сильно правильная. То есть она при этом осталась комфортная. Она не отбивает позвоночник, как это было, Тигуана. Вот именно правильная такая упругость. Ну, вот давайте поедем по фишкам. Ну, ребята, что вам сказать. Крены визуально, да, они, конечно, может, кажется великоваты, да. Может, кто-то там и затроллит, что того же Тигуана, возможно, крены были меньше. Но понимаете, в чем дело? Даже при большей скорости она едет, объезжает фишки и не свистит. Понимаете? Вот она остро, достаточно хорошо объезжает фишки. И, похоже, вот этот G-Vectoring, его особенность заключается в том, что он позволяет именно вот нормально контролировать автомобиль, ну, с кренами, да. Но при этом боковые ускорения, они остаются в неком приемлемом уровне и, в принципе, не пугают своим, ну, каким-то чрезмерным, может быть, срывом. Потому что, понимаете, чем мне не нравился тот же, допустим, Тигуан, да? В том, что когда ты перекручиваешь немножко руля при объезде фишки, он становился плугом и никуда не ехал. Эта машина, она кренится все время одинаково ровно. То есть, она и в городе кренится, и на трассе кренится примерно как бы с одинаковым углом. Но при этом она и поворачивает в это время нормально. То есть, Тигуан в городе не кренился. Он ехал как бы вроде ровно, упруго, очень жестко, да. Но при этом на фишках он как-то резко валился на бок и не поворачивал, он свистел колесами, моментально свистел колесами и отказывался менять траекторию, понимаете? Это вот, я вот пытаюсь даже сейчас достаточно быстро объезжать фишки, пытаюсь быстро менять траекторию. Да, она наклоняется, но она не свистит, она едет за рулем, понимаете, в чем разница? Вот, она прям вот резкие, достаточное перестроение, движение на высокой скорости, да, кренится, но объезжает, понимаете? Я могу спокойно, давайте еще быстрее попробую заложиться. Ну, я не знаю, найти здесь предел какой-то. Вот я достаточно большой возьму разгон, попытаюсь, ну, на такой скорости объезжать. Вы понимаете, ну, да, крены, ну, да, свистит уже немножко, но она едет, она едет очень точно, ровно. И, понимаете, вот это, похоже, как раз фишка этого G-векторинга в том, что вот он позволяет контролировать именно при, когда я отклоняю руль, этот G-векторинг, он как раз позволяет работать с кренами. Смотрите, вот сейчас хочется сказать пару слов дополнительно, потому что мы еще проехали змейку. И все дело в том, что действительно, вот на этой змейке было очень четко видно, что, да, машина, как я вначале сказал, она немножко может быть кренится. То есть она немножко может быть, вот, при прохождении фишек, она немножечко, это даже заметно давала достаточно большие углы, да, но при этом она и поворачивала. Вы понимаете, то есть факт наличия и отсутствия крена, на самом деле, в данной ситуации, он мало связан с реальным вот ощущением автомобиля, то, как он едет за рулем, как он едет по тракторе. Примерно похожая ситуация была с Subaru XF, не надо прямо здесь же, да, она тоже достаточно сильно кренилась, но при этом поворачивала за рулем и не свистела резиной. То же самое вот сейчас эта Mazda CX-5, новая. То есть здесь, возможно, система G-векторинг, которая действительно как-то работает, я это ощутил, на самом деле ощутил, каким образом. Я ожидал почувствовать гораздо больше боковые ускорения, я ожидал, что меня будет больше помотать по салону, я ожидал, что мне нужно держаться за руль, сжиматься в боковины кресел. Ее не болтало, то есть вот это вот какая-то магия, вот эти волшебные шишки, они каким-то чудом здесь работают и что-то она действительно делает. Мне кажется, что не совсем можно же тягать двигатель, а может быть она что-то там воюет, колдуется с углом поворота руле О. То есть именно тот эффект, что я перекручиваю руля, а она, блин, почему-то не скользит, а все равно поворачивает. Вот эта магия, по-моему, они как-то вот сюда залезли с управлением, потому что руль-то полностью уже электронный. Может быть, где-то втихаря от водителя чуть-чуть немножечко помогает ему вот этот вот эффект. Потому что психологически, как такой шпорт налево, а руль надо поворачивать направо, то есть это мало кто на это способен реально. Так вот, реально, действительно работает, действительно работает, G-Vectoring, вот что-то здесь есть, потому что боковые ускорения, я проехал гораздо быстрее эту змейку, чем Тикон, гораздо быстрее. Я пытался заставить просто пищать резину, я валил уже там порядка 70 метров в час, до тех пор пока что наконец-то она не засвистит. Да, блин, ну никак она не засвистела, вот это вообще просто чудо, я даже не понял, как она это сделала, но реально сделала, потому что в сравнении вот с современным Вагом, вот он никак не поворачивает. То есть он просто упирается на колесо и не хочет туда заезжать, это заезжает. Она заезжает траекторию, она пишет ее ровно, хорошо, красиво, блин, класс. Японцы молодцы, вот не нравится мне тем, что они не пытаются обмануть природу, они не пытаются перепрыгнуть через дедушку Ньютона и обмануть физику. То есть если машина выше должна крениться, ну она и кренится, но при этом они оставляют правильную управляемость. То есть они не пытаются вот это вот в каких-то искусственных моментах, они не пытаются сделать машину ровной, как карт, но при этом это все выливается в критических моментах слишком резкими и повадками, непонятными вот этими проявлениями. Здесь все честно, все грамотно, именно правильно, так как должен ехать автомобиль. И она не испугает, то есть вот как вы в городе ее ощущаете, точно так же, если вы будете где-то на трассе ночью там пьянь какую-то в деревню, люк открытый бежать, вот она точно так же с теми же повадками объедет вот этой машине. И вот купил в салоне, сел и поехал, она понятна сразу, ее не надо, блин, учиться управлять отдельно, то есть она действительно едет как нормальный, правильный автомобиль. Ну с поправкой на то, что это все-таки паркет, был бы это еще и низенький седан, было бы вообще огонь. Ну давайте померяем шум, вот мы сейчас двигаемся по R1, посмотрим, что у нас здесь именно с шумовым фоном. Напомню, мы едем 90 км в час, ну по GPS 87, то есть 69, 68 проскакивало, максимум 71 дБ на неровностях. Действительно машины немного зашумели, это заметно, то есть заметно, ну как лично для меня, как я это ощущаю, так? Просто если раньше ты ехал 90, допустим, километров в час, то сейчас в принципе с теми же ощущениями у тебя незаметно на спидометре уже 120. Просто потому, что действительно стало тише, стало как-то меньше ощущаться окружающая действительность, машина немножечко так тебя отдаляет от этого всего. И вот этот вот первый эффект, который заметен, таким вот потихонечку-потихонечку, таким плавным скрытым образом у нас увеличилась незаметно скорость, комфортная скорость перемещения до достаточно высоких величин. Ну и дадим ей немножечко разогнаться. Проверим, как это и что здесь происходит. Ну собственно вот, начинаем наше ускорение. Действительно, вот 120-130, достаточно комфортная скорость, можно ехать просто одним пальцем придерживая руль. И отмечу одну такую особенность. Помните, в моих первых роликах про CX-5 я очень сильно ругал именно рулевое управление в какой-то вот непонятке в нулевой зоне. Как-то вот оно себя, мне казалось, там плохо вело, пропадало усилие, потом появлялось и такой вот непонятный, ну непонятный был ноль такой, какой-то такой искусственно, искусственно пустой, потом резко жесткий, потом, ну короче, вот электронная вот эта ерунда, которая часто встречалась, может еще пару лет назад, в мать это исправили. Вот сейчас по рулевому, честно, по ощущениям вот на высокой скорости, в около нулевой зоне, вообще никаких претензий. Один момент, тут есть система по удержанию за полосой, активир, точнее она по волчанию там в настройках включена, ну ее можно еще дополнительно кнопочкой включать, выключать. И вот когда она схватывает полосу, да, вот она пытается вместо вас рулить. Делает достаточно неплохо, вот, в принципе, ну даже впереди на этой проекционной, ну не дисплея, а, просит руками подержаться, вот, она в принципе хорошо вот именно управляется как бы сама, но вот появляется та вот эта искусственность, которая меня раньше бесила, да, то есть когда она сама пытается откорректировать направление. Вот, поэтому я лично немножко поигрался, в длинной дороге, конечно бы, я ее включил бы обязательно, но сейчас именно для того, чтобы получить полную информацию от дороги, я ее отключаю. Ну и давайте прибавим, посмотрим, что будет, если мы разгонимся быстрее, ну где-то вот 140 по GPS, 145 по приборке, немножечко уже появился шум ветра, сверху, вот где-то сверху, чуть сзади, наверное, но не сильный. И по комфортной скорости, ну, на удивление, вот 150 еще хорошо, то есть она вот не рыскает, она не плавает никуда. Ну, давайте еще прибавим, практически в пол. Ну, вот у нас сейчас дуга, сейчас будет все понятно. 160, 165, не-не-не-не-не, вот сбрасываюсь, 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 не очень, мне не нравится. Не очень комфортно. Ну, вот где-то 150-160, в принципе, достаточно безопасно можно ехать, вот, и чувство руля есть, и машину не переставляет, вот даже неровность, траектория какая-то неровная, в смысле, и колея какая-то небольшая на дороге, все равно едет достаточно ровно. Вот прибавилось, вот в плане устойчивости у машины стало, и было, в принципе, неплохо, но вот не хватало точного руля. И сейчас вот стало все хорошо, и на высокой скорости, в принципе, тоже огонь. Я бы в плане вот именно ее поведения сейчас, из того, что вот из современных 17-го года, что я поездил, я бы ее точно бы ставил очень высоко по качеству. Действительно, и по ощущению на рулевом колесе, по ощущению от скорости. Она действительно очень близка стала к премиуму, причем здесь никаких магических таких магнитных амортизаторов, здесь обычная подвеска на пружинах, никакого волшебства, слишком сильно нету, просто правильно настроенная, нормальная подвеска. Может быть, кого-то чуть крены напугали бы, но она действительно прогнозируемо едет, едет именно так, как должна ехать. Как ты вот чувствуешь, что она вот сейчас немножечко вот так начнет наваливать, немного как бы в повороте, да, крениться на внешнюю. Она так и едет, и в принципе, это хорошо, потому что ты управляешь автомобилем, понимая, как он себя поведет, и как ты должен от этой ситуации как бы отруливать. То есть, все правильно, все честно, все прям по букварю работает, и вот это мне нравится. Она действительно человека не напугает, понимаете, не напугает. И система полного привода вмешивается очень деликатно, причем на площадке даже вот с избытком скорости она не мешала, она не была резкого вот этого смыкания. Вполне себе адекватно себя ведет, то есть она настроена именно немножко по-драйвовому, да, с легким-легким вот этим легким избытком. Вот нейтрально поворачивается, минимально избыточностью, вот так бы я это назвал. Прям точно пишет идеальную траекторию, и на предельных углах появляется легкая тенденция к сносу зада. Супер! Вот то, что я считаю наиболее правильным поведением у автомобиля, вот так она и едет. Мои выводы по тому, что здесь получилось. Значит, да, шаг вперед, шаг вперед есть. Действительно, машинка пытается куда-то уже заходить в более высокий класс. По крайней мере, вот проработка шумоизоляции радикально сразу задвинула эту машину вверх, вот, на ступеньку выше. Может быть, по каким-то дополнительным оснащениям, там, на воротах здесь еще есть где поработать. Вот, может быть, это по сидушкам, у меня были вопросы. Но вы знаете, по тому, как машина едет, так как она ощущается, какой у нее прокат по дороге, вот, она мне очень понравилась. Я сегодня считаю одним из лучших вариантов, потому что, посмотрите, у нас нормальный, полноценный атмосферный мотор. Причем 2,5 достаточно неплох для этой машины, его хватает за глаза. 8,6 был разгон до 100, тоже, в принципе, считаю, достаточно для этой машины. Плюс к этому атмосферу, у нас нормальный гидротранс, нормальный гидротранс, баку. То есть, уже два фактора, которые сегодня однозначно машину позиционируют на гораздо более высокий уровень. Потому что, вообще, во всех популярных народных классах у нас уже обязательно будет какой-то краиловый типа ТСА и моторов, будут какие-то роботы, даже корейцы уже туда пошли, понимаете, везде вот пихают какое-то не совсем адекватное решение, которое в этом классе, на самом деле, не совсем уместно. То есть, здесь работает хороший ГТ-автомат с хорошим, достаточно объемным мотором. Это всегда будет лучше, выигрышней, удобней и практичней. То есть, конечно, можно показать какие-то, может, где-то в каких-то уникальных, каких-то специальных подобных тестах, можно показать преимущество, на самом деле, турбины, где-то можно показать преимущество робота, но это все узкоспециализированные решения, которые работают в каких-то своих узких классах. А вот именно как машина на каждый день, на самом деле, хороший атмосферник с хорошим ГТ-автоматом все равно лучше. В городе однозначно, может быть, только вариатор еще в городе, но ГТ-автомат практичнее тем, что он не боится и бездорожья, он не боится каких-то нагрузок, он не боится стягать прицепы, на нем не страшно побуксовать лишний раз. Если посмотреть, в принципе, по рынку, ГТ-автомат остался только уже в премиальном сегменте, а всех остальных заходят с какими-то половинчатыми, непонятными спортивными решениями, навязывают их всячески. Здесь осталось все по-старому, по-честному, и именно поэтому Мазда сегодня выглядит гораздо более привлекательно. Хочется просто хорошее говорить, потому что машина стала лучше, машина стала интересней, продвинулась вперед, даже те вещи, которые я раньше ругал, сегодня были исправлены, я это заметил. Эту машину стоит рассматривать где-то в топ-листе на выбор нового автомобиля себе. Вот такие выводы сегодня. Ну, а на этом и все. До новых встреч, до покажения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова